Адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева так и не пустили на уже заканчивающийся обыск к его подопечному, редактору издания «Докса» Армену Арамяну. Утром 14 апреля следователи и полиция пришли в офис «Доксы» и домой к четырем редакторам и к родителям двоих из них. Соловьеву предложили сразу ехать на допрос его подзащитного в Следственный комитет. Речь о видео «Им не победить молодость». 23 января редакторы «Доксы» опубликовали в Ютьюбе ролик, в котором рассказывали о незаконности угроз отчислениями в учебных заведениях за участие студентов в акциях в поддержку политика Алексея Навального. «Докса» призывала, цитирую, «не бояться и не оставаться в стороне». Видео удалено по требованию Роскомнадзора. Он счел это вовлечением несовершеннолетних в протесты. После допроса членов редакции «Докса» Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наталью Тушкевич и Аллу Гутникову повезли в басманы суд Москвы. Уже в статусе участников дела, цитирую, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. При этом, по словам адвокатов, таких вовлеченных несовершеннолетних следствие не обнаружило. «В материалах дела нет ни одного показания, ни одного подростка, который бы этот ролик просмотрел. Там есть показания такого содержания, что я пришел на митинг или я проходил рядом с митингом, был задержан. И на вопросы следователя дали эти подростки отвечают, что нет, мы ролик не видели». Поэтому делу с января заочно проходит глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. По версии следствия, призывавший в Ютьюбе подростков выходить на митинг 23 января. У здания Басманного суда в поддержку редакции Доксы собралось больше сотни человек. «Поддержать знакомых, поддержать своих однокурсников, своих одновышкинцев. Мы вместе учимся в одном университете. И просто я против того, что сейчас происходит». «Я, как представитель проекта, который часто сотрудничает и очень-очень-очень тепло дружит с Доксой, довольно сильно переживает за то, что с ними происходит. В этом смысле это акт даже не гражданской солидарности, а просто проявления теплых чувств. И я повторюсь, некоторого страха за то, что будет происходить как, собственно, с Арменом, так и остальными редакторами, редакторами Доксы». «Уважаемые граждане, не мешайте прохода другим гражданам». Следствие попросило суд назначить участникам дела меру пресечения в виде запрета определенных действий до середины июня, в том числе на выход из дома с нуля часов до 23 часов 59 минут. Фактически это домашний арест, причем в издевательской форме, заявили адвокаты. Суд встал на сторону обвинения. «Вот эта минута – это просто попытка вильнуть хвостом процессуально, потому что это явная просто издевка, по сути дела. И если вы позволяете одну минуту гулять, грубо говоря, человеку, это действительно издевательство просто над законом. По факту это может быть приравнено к домашнему аресту и являться нарушением вообще в принципе статьи 5-й конвенции о правах человека, а именно право на личную свободу». «Докса» – с греческого «это мнение» – начинала как студенческий онлайн-журнал о современном высшем образовании, студенчестве и их проблемах на базе высшей школы экономики. «Докса» активно освещала процесс по московскому делу над студентом вышки Егором Жуковым, отстаивала права студентов, задержанных на митингах, собирала деньги на штрафы, публично обращалась к ректорам, которые угрожали отчислениями участникам протестных акций. В декабре 2019 года вуз лишил «Доксу» статуса студенческой организации. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио «Свобода», Москва.